Всем большой привет! Вы на канале Дарья Лайф. И, как я и обещала, я вернусь на YouTube, когда рожу. Я родила! Это для меня, конечно, большое событие. Посмотрите на мой фейс. Он абсолютно такой мамский, декретный. И я решила так, естественно, и заснять себя, и продемонстрировать себя в таком образе. Видеоняня. Ребенок у меня спит. И у меня есть время рассказать историю моих родов. Я сделала себе чай. Присоединяйтесь ко мне. Будем, так сказать, вместе... Ой... Кто-то начал просыпаться. Ладно, давайте побыстрее тогда я... Вот прям побыстрее, побыстрее. Я родила 23 декабря 2022 года. Нам 19 дней. Рожала я в Санкт-Петербурге, в роддоме номер один, на Васильевском острове. Его еще называют специализированным. Я в восторге от этого роддома. Вот честно, я по всем моментам могу сказать, что врачи, палаты, все хорошо. При этом я рожала по ОМС. Я вообще ни за что не платила. Великолепно. То есть нет каких-то моментов, чтобы я могла сказать, ой, лучше бы я заплатила там или еще что-то. Нет, все отлично. Единственное, что я могу подметить, вот если бы я второй раз рожала, то я бы выбрала послеродовую палату индивидуальную. Потому что я была бы на опыте, я понимала бы, как ребенка искупать, одеть подгузник и так далее. 22 декабря меня отвез утром муж в роддом, в дородовое отделение. Вообще я должна была родоразрешиться до 41 недели. Потому что мне поставили диагноз гистационный, сахарный диабет. Очень сложно снимать, когда у тебя маленький грудничок. Поэтому я хочу сделать сыворотку для лица и крем. И параллельно я буду делиться информацией, историей своих родов. И мы с вами так пообщаемся. Надеюсь, вы меня извините. Ну вот прям вот сейчас такая ситуация. Поменяла локацию. Прошло уже, наверное, после записи этого видео часов 5. Вот. Дозавершаю. Как я уже сказала, родоразрешение у меня должно было быть до 41. недели. Я приехала в роддом, когда было 40 недель и 5 дней. И мне сказали, вот если на следующий день у вас не пойдет, естественно, процесс, то будем вас стимулировать. Это то, чего я вообще не хотела. Ну вот честно. Вот вообще. Никаким вакуумом. И потом на следующий день должны были бы прокалывать пузырь. И я прям своего малыша просила, вот прям очень, пожалуйста, давай-ка, мы уже родимся без этих всех стимуляций. И он меня услышал. Он меня реально услышал. Я всю ночь слушала медитации. И в 7 утра, вот не поверите, это как по волшебству, у меня начались схватки. Я достала счетчик схваток. Они были не очень регулярные, но интенсивные. То есть я поняла, что процесс идет. Пришел врач, он мне посмотрел, и у меня уже было раскрытие 3 сантиметра. Что меня вообще, вот как бы, знаете, ну мега удивило. Я не думала, что так будет. И по итогу все. Говорят, вы в родах. Поздравляю. Переводят меня в родовое отделение. Когда я пришла в родовое отделение, то я слышала крики ужасающие. Просто мега ужасающие. Я испугалась. Быстрее наушники опять слушать медитации. Единственное, что я просила, пожалуйста, дайте мне фитбол. Я хотела очень сильно рожать на фитболе. Мне дали, и процесс пошел дальше. То есть мне было хорошо, больно. И вы знаете, я проживала все схватки. Знаете как? Старалась улыбаться. Улыбаться и быть в счастье. И что это прям вообще зашибись как круто. Врачи, которые проходили медсестры, очень удивлялись. Говорили, девочка на шаре рожает, смеясь. Очень хорошо. Очень хорошо. Интересный метод. Да, это было любопытно. Потом днем меня уже посмотрели. Часов прошло шесть. У меня уже было раскрытие шесть-семь сантиметров. Мне сказали, все, все замечательно. Идем дальше. Идите в душ. Я говорю, можно на фитболе? Конечно, берите свой фитбол и идите в душ. И вот там я два часа была. Схватки были еще сильнее. Потому что околоплодные воды у меня вылились вот где-то в 12 часов. А я с 7 утра была в схватках уже в 12 околоплодные. Но я думаю, что у меня, когда врач смотрел, просто она сказала так. Я посмотрела ваше раскрытие, ну и у вас уже околоплодные воды сами полились. Она, я думаю, помогла мне просто чуть-чуть. И было их столько. Были они белого цвета, все было хорошо. Поэтому в душе у меня уже схватки были вот такие приличные. Приличные. Я также пыталась улыбаться. У меня еще такая заколка здесь была, такая симпатичная, как у принцессы. В общем, девочка на шаре с заколкой принцессы. Моется в душе, смеется. И около шеи... А, ВТГ, кстати, тоже. Я очень просила прям, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Мне ложиться на кушетку, на ВТГ. Я умру. Я категорически отказывалась ложиться. И мне разрешили на фитболе. Вот эти все шнуры, которые были вокруг меня, точнее провода, они не падали. Все было хорошо. И КТГ на фитболе прошло великолепно. Но потом уже наступило где-то шесть часов, и раскрытие было восемь-девять. И я стала ощущать дикую слабость. То есть я хотела есть, я хотела спать, я хотела, чтобы меня укололи эпидуралкой. И я стала немного нервничать. Но когда я начинаю нервничать, я как бы впадаю немножко в панику. Паника начинается, легкая паника. И я стала просить, а мне говорят, уже поздно, уже такое раскрытие. Нет, не надо вам. Вы хорошо проходите все этапы. Вам ничего не надо. Я говорю, мне надо, мне надо поспать. Меня не слышат. Ну и уже как бы я опоздала, грубо говоря, в этом плане. Вот. И говорят, все, ложитесь теперь на кушетку, сейчас будет КТГ. Я говорю, не лягу, они меня заставляют. Ложитесь, все, фитбол сейчас нам как бы не нужен. Нам надо сейчас уже опять КТГ. Именно на кушетке. Я говорю, ну, хорошо, я ложусь, становится мне, конечно, очень плохо, очень больно. Я изнемогаю. И потом меня смотрят, говорят, тебя тужат? Я говорю, нет, меня не тужат. Ну, у тебя есть ощущение, что ты хочешь в туалет, да? Я говорю, нет, у меня нет этого ощущения. Я просто, у меня, знаете, было состояние, что я просто вот без сил. Вот, в общем, просто без сил. И схватки стали нерегулярные. То есть они тут раз в 7 минут, потом в 5, потом... Ну, то есть это не было вот это, то, что должно было наверняка быть. Этого не было, вот этого суперинтенсива жесткого. И я просто впала в какой-то транс, если честно. Я себя как будто заблокировала. Вот как такое может быть, я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое. И потом по итогу у меня вообще прошла родовая деятельность. Она остановилась. То есть схватки прекратились. И я так понимаю, что была капельница под названием окситоцин. И я вот этого слова очень сильно боялась. Слышала, что это больно, что это адски больно. И я начала орать. Вот здесь я начала уже орать. Мне стало страшно. Я сказала, нет, я стала, говорю, я сейчас буду все выдергивать, если вы меня будете вкалывать вот это все дело. Ну, поэтому, конечно, они мне все вкололи. И я уже вот такая сидела. Вот знаете, я сижу, опять же, на своем фитболе. Я сижу, и я думаю, вот сейчас будет жесть. Жесть, все, я умру. Вот зачем вот это все? Почему не так, как я предполагала? Почему все идет не по плану? Я начала злиться. А я злюсь, а сфаток-то нет. Они же должны быть, это окситоцинно жесткие, наверняка там. Ну, то есть, как бы, меня должно тужить. Я уже должна, у меня уже головка должна появляться, а у меня ничего не появляется. Через час приходят вот с такими глазами. Все там, бригада, говорят, так, ничего не происходит у вас. Процесс не идет. И уже стала, на самом деле, угроза малышу. Уже все очень было. Не очень, ну, как бы, даже опасно в какой-то степени. И схватки, они у меня были, но они были такие легкие и нерегулярные. В этой жизни я ничего не смогла. Очень попыталась, ничего не получилось. И меня экстренно накесарево. Можете себе представить, я целый день в этом ужасе, схватках, да, вообще голодная, уставшая, в полуомрачном состоянии, орущая уже, уже все, под конец я начала просто выть. И меня везут на Кесарево. Я говорю, там будет эпидуралка? Мне говорят, будет, сейчас отдохнешь. И я, слава богу, меня положили. Я даже не почувствовала никакой этой, никакой боли в спине там от укола. Вообще ничего не чувствовала. Я просто, вот, просто когда легла, ощутила легкость в ногах. И мне было так хорошо, вот, просто все, целый день, вот, мне было так хорошо. И, конечно, когда я услышала первый крик своего ребенка, я была очень рада, я заплакала. Наконец-то вот ради чего я все это преодолевала, мучилась, корчилась, пыталась смеяться во время схваток. И даже вот такая концовка моих родов, она не омрачала ничего. Главное, что он родился здоровенький, все с ним хорошо. Ту-ту-тфу. Прям спасибо небесам. И вот мы родились. Конечно, у меня был плод большой. 4 килограмма 250 грамм. Наверное, вот поэтому я не смогла его вытужить. И, ну, конечно, физиология играет большую роль. Боль, может, из-за этого. Кто знает, кто знает. Но, в целом, конечно, девочки, когда вы беременны, да, то мой совет меньше сладкого кушать, больше заниматься спортом. Это будет в родах прям замечательно, если вы будете, да, делать упражнения. Это облегчит в какой-то степени и боль, и физическую нагрузку. Ну, мне так кажется. Вот просто я немного занималась, и я хотела все время сладкое. И, конечно, от этого и плод был большой. Надо стараться чуть поменьше всего употреблять. Это я уже себе беру на заметку. Если я решусь на второго ребенка, то я уже, в принципе, знаю план действий, как я буду, да, поступать в период беременности. Что еще я могу добавить? Что потом меня перевели в послеродовое отделение. Мне было очень больно. Сами понимаете, это операция. Шовчик у меня просто идеальный. Спасибо врачам. Я побыла во всех отделениях. В дородовом, в родовом, в операционном и послеродовом. То есть я была во всех отделениях. Я наблюдала за всеми врачами, медсестрами. Все были тактичные, очень приятные. Не было никакого дискомфорта, не было грубости. Может, мне просто повезло, я не знаю. Но я делюсь именно тем, что я сама видела. А я человек очень ранимый, я считаю, чувственный, мягкий, добрый. И всегда хочу, чтобы ко мне было такое отношение. Вот это отношение было. Так что у меня вообще роддом замечательный. Рожайте там, советую. И мне было трудно, я не могла даже встать, но мне принесли малыша, и я должна была собраться. Я должна была встать, и я должна была ему и подгустик поменять, и, так сказать, и покормить, начать грудью кормить, да, и уложить. И, в общем, я преодолевала боль, но он был такой миленький. Назвали мы его Соломон, Соломон Ильич. Это, на самом деле, очень серьёзный малыш. Он, вот я видела там, что так детки орут сильно, бесперерывно. Он так не орал вообще, он только по делу. Хочу есть, хочу спать, поменять подгузник. А теперь убаюгай меня, приласкай. То есть он такой вот, со своим особенным характером, я уже его увидела. Честно, я его, не потому что я стала матерью, я теперь превозношу своего ребёнка-то. Нет, просто действительно он какой-то такой, ну, такой вот серьёзный человек. Но, говорят, когда начинают резаться зубки, это совершенно другая история. Ну, посмотрим, как и что. Вот такие вот у меня были роды. Не буду я вам больше, наверное, записывать по времени, зачем я рассказала такие главные моменты, детали опустим. Всем хорошего, вообще, родоразрешения, если вы уже в процессе практически, или вы только на начале пути. Всем лёгких родов. Не боимся, идём с позитивом. Да, могут быть разные моменты. Но, вы знаете, вот когда вы уже родите, вы поймёте, что это всё было не напрасно. Всё будет хорошо. Я каждой желаю родиться здоровеньким. Я имею в виду, я каждой мамочке желаю, чтобы ребёнок родился здоровеньким, чтобы всё было хорошо. Я ещё, на самом деле, от родов не отошла. Только прошло там недели три. Я ещё в состоянии послеродовом таком. Тяжело. Даже заплетается язык порой. И сейчас вот недосып, грудничок. Привыкаю к новым условиям. Ну, вот так. А как по-другому? Теперь я мама. Всем хорошего настроения. Следующий блог будет посвящённый у меня таким мамским будням. Очень хочется записать, показать, какая у нас кроватка и так далее. Всё, что я делаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Я буду только рада. Всем добра, мира.